Королевство и земли, представленные в Рейхсрате, а также земли венгерской короны святого Стефана. Так в официальных документах именовалась одна из крупнейших империй начала 20 века – Австро-Венгерская. Накануне Первой мировой войны страна была второй по площади и третьей по численности в Европе. Большинство населения заняты в сельском хозяйстве, капитал в руках монополий. Добычу почти всей железной руды контролировали шесть объединений. Бюджет страны уступал Германии, Англии или Франции, но на международной арене империя Габсбургов активно отстаивала свои интересы. Австро-Венгрия, безусловно, играла громадную роль. И просто сейчас Австро-Венгрия, небольшие страны и так далее. Тогда это была мощная империя, понимаете, и Дунайская империя, объединявшая массу народов, и к культурным отношениям очень продвинутая, экономически, более отстала, чем Германия, но все-таки более развита, чем Россия, скажем. И Австро-Венгрия играла громадную роль, собственно говоря, именно из-за конфликта России с Австро-Венгрией и Сербией возникла эта война. На территории Австро-Венгрии проживало более десяти национальностей, но в привилегированном положении были лишь две титульные нации – немцы и венгры. Остальные все громче начинали отстаивать свои культурные права и язык. Появились группы, открыто требующие автономии или независимости для своих народов. Ни одна из национальностей, населявших Дунайскую империю, не составляла большинства. Около 40% жителей страны – немцы и венгры. Чуть более 16% – чехи и словаки. Около 10% – сербы и хорваты. Поляки представляли десятую часть населения. 8% жителей были украинцами, около 6% – румынами. В Австро-Венгрии была такая лоскутная империя, там было много славян. Славяне не хотели воевать не потому, что они Россию любили, а они за Австро-Венгров не хотели воевать. И сдавались в плен, бравые солдаты швейки не хотели воевать. Начало войны в Австро-Венгрии встретились с воодушевлением. В прессе и обществе заговорили о подъеме национального духа. И даже Фрейд, далекий от идеи национализма, написал «Впервые за 30 лет я чувствую себя австрийцем». Однако начало войны оказалось для страны неудачным. Быстрого захвата Сербии не получилось, а русская армия нанесла Австро-Венграм поражение в нескольких боях. Тем временем военные расходы росли, цены на продовольствие и сырье стали регулироваться правительством. Заводы выполняли госзаказы по выпуску вооружений. И чтобы станки не простаивали, рабочим запретили бастовать. Даже самые либеральные, дипократические государства вели у себя очень жестко авторитарные формы управления государством, экономикой в том числе. Но очевидно, коммерческая выгода производителя оружия также этому отнюдь не противоречила. Австро-Венгерской армии все же удалось взять Белград. Но в 16-м году русские полки под командованием генерала Брусилова перешли в наступление. В плен попало около 200 тысяч солдат и офицеров Дунайской империи. А следом против нее на стороне Антанты выступила Румыния. Я должен сказать, что русская армия дралась блестяще. И она выполнила главную задачу. Ведь главной задачей русской армии это было нейтрализовать Австро-Венгрию. И двумя ударами, 14-го и особенно 16-го года известный Брусиловский прорыв, мы практически разгромили Австро-Венгрию, практически поставили ее на грань поражения. И вывода ее из войны, она уже в скорости попросит у Антанты перемирия. Война съедала все ресурсы. И в 17-м году правительство Австро-Венгрии обязало церковь сдать колокола на переплавку. Среди населения проводили кампании по сбору металлолома. Но участь страны была решена. Италия вышла из Тройственного союза, а главный союзник Германия уже искала мира. Осенью 18-го года национальные советы внутри страны один за другим стали объявлять о независимости. Император отрекся от власти, и Дунайская империя прекратила существовать. А на ее обломках появились новые государства Австрия, Венгрия и Чехословакия.